Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. 24 января отмечается Международный день образования. Ну, так получилось, что на следующий день, 25 января, здесь у нас на территории Российской Федерации отмечается Татьянин день. И еще во многих странах бывшего Советского Союза. Так что образование, что называется, такая январская тема, а не только сентябрьская. И у нас в гостях целый семейный дуэт учителей. Это своего рода тоже такая оригинальная история. Обо всем этом мы поговорим с Еленой Тумановой, учителем истории общества знания гимназии номер 41, и с ее одновременно и коллегой, потому что Алексей Туманов тоже учитель истории общества знания той же гимназии номер 41, а еще и супруг к тому же. Кстати, сразу же вопрос. Вы супругами стали до того, как или после того, как уже отработали какое-то время учителями? Ну, мы познакомились с моим будущим супругом, обучаясь в педагогическом институте. А, ну, то есть, будучи студентами. Поэтому Татьяна Деня не зря вспомнила тоже. Да, абсолютно. Хорошо. Ну, первый вопрос, наверное, мы адресуем Алексею, вернее, уже второй. Скажите, а почему учитель? Потому что, с одной стороны, все говорят о том, что это такая профессия достойная. Сейчас она, говорят, высокооплачиваемая, ну или, по крайней мере, стремится к этому. Но как-то у людей все-таки вот педагогический институт не всегда на первом месте стоит. Почему вы выбрали такой вуз? Вы знаете, мне очень нравился предмет «История» в школе, поэтому я выбрал данную специальность, хотел стать учителем именно «История». Именно «Учителем истории»? Да. Понятно. Тогда, Елена, и вам вопрос, а почему вы? Ну, во-первых, как это обычно, маленькие девочки мечтают о чём-то. Ну, в данном случае я мечтала о школе, я играла в детстве в школу. Но, кроме того, моя мама является педагогом. То есть это уже по стопам. Русского языка и литературы, да, по стопам. Понятно. Ну, замечательно. То есть мы видим, что выбор сделали вы сами, то есть особо на вас никто не давил, я так понимаю, да? Вот. И давайте будем разделим, как бы, нашу беседу на две составляющих. Сначала поговорим об образовании, потом поговорим о том, что такое сегодня семья учителей, потому что это тоже такой, я бы даже сказал, экономический ещё вопрос, не только образовательный. Что сегодня происходит? Вот пандемия у нас превращается уже в такую вяло текущую, но, тем не менее, она как бы никуда не уходит. Сейчас гимназия работает, вот заканчиваются каникулы наши бесконечные, причём в слово «заканчиваются» я вкладываю, что окончательно все дети начнут учиться где-то после 20 января, потому что кто-то ещё куда-то, может быть, и уехал, кто-то не может быть на связи. Или вы уже не на удалёнке работаете? Мы уже не на удалёнке. Полностью, да. Полностью, да. И не планируется пока ничего такого? Пока не планируется. Хорошо. Вот как удалёнка была? А для вас, как для молодых людей, потому что понятно, когда взрослые люди говорят, что вот это безобразие и так далее, но мы же в век цифровых технологий, да, Елена, живём? Что-то было удачное в этом плане? Ну, с одной стороны, правильно вы говорите о том, что да, мы живём в век технологии, и мы должны идти в ногу со временем, наверное. Но были, естественно, сложности в данном процессе. Всё-таки для себя такой окончательный вывод мы сделали, что лучше встречаться в живом, скажем так, формате, в живом режиме, общаться. Всё-таки общение – это важнейшая составляющая образования, на мой взгляд. Поэтому важно чувствовать эмоции ребёнка, вот общаясь с ним непосредственно. Всё-таки экран не передаёт эмоции. Ты можешь что-то говорить, дети могут заниматься иногда какими-то вопросами, делами отвлечёнными, ты не совсем можешь проконтролировать весь этот процесс. Поэтому у нас возникали определённые сложности. Сложности с контролем, наверное, больше. Да, но как вариант некого промежуточного тестирования вполне может это существовать. Ну, вот в такой период, достаточно сложный был период. Тем более вы, как учителя, которые работают в эпоху ЕГЭ, для меня это вообще такая тема очень сложная, почти как вакцинация для некоторых. Алексей, ну а теперь ваше мнение. Как вы отнеслись к тому, что жизнь заставила всех нас в том или ином виде перейти в онлайн? Ну, я соглашусь с Леной о том, что классический формат урока, он, конечно, лучше. Вот. Но в онлайн уроках были свои плюсы. Я как раз в этот год выпускал 11 класс, у меня были выпускники, которые готовились к сдаче истории ЕГЭ. Ага. Вот. И мы с ними встретились на уроке, распланировали дальнейшие наши действия, консультации, и в любое время могли с ними встречаться в удобное для нас. Даже вечером проводились консультации, и эти ребята, которые выпускались вот как раз... Которые были заинтересованы, скажем так, в этом, да. Да. Выпускались в тот год, когда пандемия началась, очень хорошо сдали ЕГЭ, и многие поступили в те вузы, которые захотели. Так что плюсы здесь тоже можно отметить. Ну и, наверное, здесь еще хороша, так скажем, прикладная какая-то работа. Ведь история – это и хроника, это видеоматериалы, это фотографии, это какие-то документы. Это огромное количество сейчас очень популярен жанр документального кино. Он, правда, не совсем иногда можно назвать его исторически подлинным, но это действительно целые, скажем, пулы таких телеканалов, которые об истории рассказывают, самые разнообразные. Хорошо. Велен, говорят, что сегодня трудный ребенок. Я сейчас даже не говорю пандемийный, это отдельная еще история, да. Наверное, уже, к сожалению, будет что-то такое словосочетание «пандемийные дети», может быть, не очень корректное, но тем не менее. Это ребята, которые попали вот в этот период, особенно кто-то пошел в первый класс, кто-то вот заканчивал школу. Потому что я как педагог высшей школы вижу, кто приходит, да, вот пришел этим летом. Очень трудно сейчас, конечно, контакт наладить. Такое ощущение немножечко, что какая-то роботизированная обстановка. Но тем не менее, правда, что ребенок сегодня сложный, что невозможно с ним наладить отношения? Я думаю, что нет. Мне кажется, что человек всегда остается человеком. Все-таки биологическую сущность человека мы никуда не денем. Единственное, что можно сказать, ну, в связи с тем, что у нас развиваются цифровые технологии, любовь детей, бесконечная любовь детей гаджетом, конечно, вносит свои определенные коррективы. Но мы стараемся, в частности, я стараюсь всегда позитивно подходить к любому вопросу, к любому процессу. И даже, знаете, наверное, с какой-то долей сочувствия. Потому что мне очень жаль этих детей. Дети, которые, ну, не чувствуют, может, какого-то тепла, каких-то положительных эмоций со стороны родителей, потому что родители не всегда, к сожалению, уделяют внимание своим детям. Вот в этой ситуации все равно я стараюсь поддерживать детей, не бросать их. Я имел в виду, продолжая, подключая к разговору Алексея, что говорят такая... Раньше было слово эмансипация, к этому слову многое там добавлялось всего, потому что педагог, он же не только воспитатель, не только учитель, он еще и психолог в какой-то степени. Да, вот сегодня гаджетный период, когда ребенка очень трудно оторвать вообще от этого инструмента, от этого еще зависит, как родители к этому относятся. Но, тем не менее, удается ли стучаться до 11 класса, до 9 класса? Это же разные все периоды. Ну, я считаю, что чем ближе к выпуску, тем легче до большинства достучаться. Все-таки они в старшем возрасте быстрее понимают, что настал момент, когда нужно поднапрячься, поучиться. А вот что касается 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов, там, конечно, это более проблемно. Ну, я вам скажу, когда я учился до 8 класса, я точно совершенно не предполагал и не задумывался, что там будет впереди, какая была веселая, радостная жизнь. Ну, она, собственно говоря, и на старших классах была, но, безусловно, там уже стояла задача. Вот, Лен, скажите, пожалуйста, раньше при мне все время задавали вопрос, начиная с первого класса, а кем вы хотите быть? Вы начинается там, космонавт, водитель троллейбуса. В зависимости от того периода, от той эпохи, в которой живет страна, разные были названия. Сегодня ребята куда хотят идти? Вообще вы проводите такие опросы или они не в курсе? Опросы проводятся, всевозможные проводятся, семинары, наверное, какие-то, да, по профориентации, да. Детей пытаются направить каким-то образом, ну, может быть, в нужное русло, подсказать. Но я думаю, что сейчас все равно у детей возникают определенные проблемы с выбором профессии. И я не раз сама спрашивала у детей, а кем ты хочешь стать? Да никем. И ребенок, наверное, да, хочется не работать, а отдыхать. Хочется не работать. Ну, в силу того, что строй был немножечко другой, и мы сейчас живем с вами все-таки в постиндустриальное общество. Это вот у вас сейчас историк говорит, да? Общество ведет. Общество ведет, да, да, да. В связи с этим развивается сфера услуг, и достаточно сложно, наверное, определить себя. Между развлечениями тяжело. Между развлечениями, тут еще и гаджеты, и все это очень... Тикток, Инстаграм. Тикток, то есть кто-то думает, может быть, уже и туда податься. И зарабатывать деньги, не выходя опять же из дома, да? Раньше в этом плане попроще, были заводы, ну и, соответственно, там ребенка вот так вот определяли, да, через училище. Сейчас сложнее, мне кажется. Но, скажем, я преподаю по большей части в классах с социально-экономическим направлением. Ребята выбирают следующие профессии, профессии экономиста, лингвист, очень популярная профессия, переводчик, то есть все, что связано с иностранными языками. Ну, это, наверное, связано с тем, чтобы хочется уехать поскорее из страны, да? Да, вот сегодня как раз мы примерно об этом говорили. То есть некоторое, довольно-таки серьезный процент молодого, не только, я имею в виду, учеников школы, которые, ну, только задумываются об этом, да, студентов, которые хотели бы, по крайней мере, поработать там, может быть, и вернуться потом в России. Но в статистике все равно сейчас меньшее количество людей, которые хотят уехать за границу. То есть статистика пока на нашей стороне. Статистика показывает пока, слава богу. Хорошо. Алексей, вот с точки зрения преподавателя истории, то есть вот Лена сказала, разное время, да, общество потребления и так далее. Вам же, наверное, труднее сейчас объяснять, вот что такое революция там французская, что такое, скажем, даже есть революция французская 68-го года, которую называют такой молодежной секс революции, когда все поменялось, да, об этом мало, кто рассказывает, ну, скажем, по строю, по отношению, что там молодежь хочет идти вперед и что-то решает. То есть как раз не пользоваться, да, а сама идти вперед. Потом, естественно, развал Советского Союза, все-таки многие бабушки, дедушки, да и родители прекрасно помнят, что это такое. Насколько вы сейчас можете достучаться? И тут, кстати, сразу возникает еще вопрос не лжепатриотизма, да, а настоящего, реального. Ну, к сожалению, сейчас даже тяжело объяснять темы по Великой Отечественной войне. То есть чем больше проходит времени от этого события, тем сложнее объяснять. То есть дети уже тяжело это понимают, как это было. То есть фактически не верят в это? Наверное, да. Им кажется, что это, знаете, как мифы такие. О героях, о войне. О том, что стреляли, убивали, погибали, умирали. Вот, поэтому чем дальше, тем сложнее. Ну, мы стараемся. Ну, то есть тогда, получается, та сегодняшняя государственная политика, да, гранты, связанные с фильмами, с литературой, с историческими исследованиями, связанными с Великой Отечественной войной, это работает. То есть это, по крайней мере, держит на плаву, держит в тонусе. Окей, мы сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях супруги, супруги-учителя, супруги-преподаватели Елена и Алексей Тумановы, которые работают в гимназии номер 41, учителями истории и общества ведения. А, собственно говоря, о гимназии и о том, как работает с им семейным таком дуэте, мы поговорим через несколько минут. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И мы вспоминали, что 24 января – Международный день образования. Звучит это так глобально. Затем идет праздник, Татьяна, день студента, который отмечается в Российской Федерации. Пошло это, если вы помните, от Московского государственного университета в далекие времена. А в гостях у нас супруги Елена и Алексей Тумановы, учителя истории и общества знания гимназии номер 41. Алексей, к вам вопрос. Как вы относитесь к такому красивому названию «Международный день образования»? Что это такое? И вообще, образованием сейчас интересуются в мире? Мы же знаем, в разных странах по-разному. И отношения к тем событиям, в том числе историческим, тоже по-разному. Мне кажется, образование всегда занимало одну из важных ступеней в государственной системе. Всегда нужны были образованные, умные люди. Поэтому и сейчас это важный вопрос. И чем лучше у нас будет образование, тем лучше у нас будет общество, тем лучше у нас будет государство. Я считаю, что правильно сделали, что создали такой праздник. Он совсем новый. Насколько я знаю, по-моему, с 2019 года, если мне не изменяет память. Я считаю, что это, опять-таки, некий пиар образования. Почему нет? Хорошо. Елена, гимназия номер 41. Вообще, гимназия, я помню, это в 90-е годы. Началось это в Вене, гимназии. Все так красиво называлось. Самые разные названия – колледжи или колледжи. Каждый даже ударение бил туда, куда хочет. Сейчас, насколько я понимаю, отличия сохраняются, но уже не так существенно. В чем отличие гимназии номер 41 от других общеобразовательных заведений? Почему именно гимназия? Что в этом слове такого? Наша гимназия, в частности, ориентирована на изучение нескольких иностранных языков. Это первое. Второе. Наш директор, скажем, и все наше руководство, скажем, огромное внимание уделяют педагогическому составу, подготовке педагогического состава, самим ученикам, то есть сам контингент, который обучается в нашей гимназии. Ну и, наверное... То есть, какой-то такой отбор происходит, да? Отбор происходит. Я могу еще добавить в контексте этого вопроса, что у нас еще есть профильные классы. А какие профильные классы? Профильные классы у нас, допустим, есть физмат, физико-математический класс. У нас есть социально-экономический класс, гуманитарный класс. Ну это такой самый расширенный. Гуманитарный у них там больше изучают как раз истории. У них 4 часа в неделю истории. Ну культуру, я так понимаю. Вот, литература, английский язык, иностранные языки. Вот. И химико-биологический класс. Как сделать так, чтобы ребенку была интересная история? Поясню еще свой вопрос. Сейчас мне очень интересно. Я тоже погружаюсь. Я, в принципе, даже не читаю практически художественную литературу. Мне интересно читать всякие факты, документы. Но тогда я помню, что меня совершенно... Я помню, заставляли показать по географии 15 республик. А по истории, значит, нужно было выучить какие-то глобальные вещи. И, конечно же, все, что касается революции, войны, мы знали на зубок. Но, тем не менее, как сделать историю интересной детям? Что учитель вкладывает в это? Это же учебника-то мало. Да, вы знаете, тут все по-разному подходят к этому вопросу. Я стараюсь использовать всевозможные вещественные доказательства. Доказательства, да. Приносить какие-то монеты, марки, открытки. Когда мы изучаем войны, я приношу солдатиков. Часто использую на уроках, мы рисуем схемы движения войск, ставим танки, движения солдатиков. Прям как Павел Первый, он любил такие игры. Да, чтобы они это посмотрели. Я говорю, что мы сейчас, допустим, в генеральном штабе. И вот играем. Одни за синих, другие за зеленых или за красных. И вот двигаем, смотрим, как это было. А культура, допустим, презентация тоже такая классическая. В культуре я недавно для себя открыл, что есть 3D-пазлы, где можно собрать небольшие такие архитектурные, допустим, сооружения и их рассмотреть уже со всех сторон. Достаточно интересно. Это хорошо, наверное, даже для древней такой истории, да? Когда то, что уже погибло, так сказать, в силу вековой истории. Какие-то здания и так далее. Но, кстати, это же очень интересно. Таким образом, фактически, вы становитесь одним из участников гаджетного процесса. Потому что вот эти игровые консоли, эти игровые истории, да? Ну, чего стоят только одни там танки или морской бой и так далее. И уж такие варианты. Мне кажется, что кто-то может... Ведь история еще дает возможность и профессии определиться. Глядишь, какой-нибудь полководец вырастет, да? Возможно, военный, да, будет еще. Хорошо. Теперь вопросы личного плана, как и положено в интервью. Как два... Вот, знаете, говорят, что два стоматолога – это что-то страшное. А что такое два учителя, которые еще и по одному предмету... Вы всегда согласны друг с другом? Потом вы же, наверное, если еще мы говорим об общественном, так скажем, в составе исторического процесса, вы еще смотрите, как все происходит. Вы спорите дома? Да? К сожалению, я не знаю, даже к счастью, может быть, к сожалению, да. Почему? Разные взгляды на историю, разные взгляды на... Современную. Современную историю, действительность, в частности, да. Мы представители различных политических идеологий. То есть у вас такой семейный исторический батл начинается, да? Да. Да, с поддержкой родственников. Ну, кстати, приводя пример недавнее событие на Украине, которое продолжается, или в Украине, как кому угодно. Там ведь были моменты, когда на некоторых выборах семьи разрушались, потому что один за того, а другой за другого. То есть мы видим, что история, или та история, которая происходит на наших глазах, очень влияет на семейную, в том числе, жизнь. Вот ваша работа, она скорее скрепляет, или все-таки иногда, так сказать, будоражит ваше семейное гнездышко? Мне кажется, скрепляет. Нет, потому что, да, несмотря на то, что мы идеологически разные люди, но при этом, по большей части, наверное, вопросов, мы имеем одну точку зрения все-таки. Алексей, да. История в целом. А удается так, знаете, как в одном фильме я говорил, переступаешь порог дома, все, работа закончилась. Нет. Переступаешь в обратную сторону, работа началась. Нет, нет, особенно сейчас это невозможно, потому что мы уже вспоминали, что приходится иногда онлайн работать, поэтому работа, она остается и дома, и есть, и на работе ее хватает, естественно, да, то есть она повсеместно захватывает. Понятно. Хорошо. Еще такой вопрос. Ребята же, наверное, знают, что вы семейная пара. Вы преподаете в разных классах или как? Как это происходит? По-разному. Иногда заменяете. Можем, да. Я чаще всего преподаю общество знания, вот супруг преподает историю, мы заходим с разных флангов. Понятно. Но они в курсе, да, что вы семейная пара? Есть какое-то особое отношение к этому? Как-то они интересуются, потому что молодежь, она все видит, она все как бы немножечко, не то что в 3D, а в 5D себе придумала. Они иногда говорят, что у нас одни и те же выставления оценок, допустим. Ага, по-семейному. Ну, допустим, один ученик получил, там, 3 по обществу знания, пришел на историю и тоже получил 3 по обществу. А, вот по истории. А, то есть, понятно, они думают, что… Ну, вы сговорились. Вы сговорились. Вы сговорились. Он так и говорит, вы сговорились сегодня. Понятно. Кстати, двойки-то ставите. Вот я знаю, что разные есть варианты. Есть преподаватели, которые говорят, я сам на 5 не знаю, так что, чтобы получить 5, нужно поработать. А есть люди, которые, ну, делят учеников на тех, кто это действительно, ну, может интересуется, у него получится и так далее. То есть, он, ну, скажем так, подготовлен лучше и больше в него можно вложить. Есть, которого нужно прям втолковывать, вот туда вот прям забивать эту историю. Вот как вы с оценками поступаете? Как вы оцениваете? Ну, тут действительно психологический некий такой индивидуальный подход к каждому ученику. Если мы видим, что ребёнок не старается, ну, и, например, можно немножечко на него так слегка надавить, и для него оценка является некой мотивацией, стимулом, тогда можно. Не всегда это срабатывает общая система, но можно постараться, можно попробовать это сделать. Если ребёнок, предположим, не сделал домашнее задание, он, я понимаю, что это перспективный ребёнок, это ребёнок, с которым можно работать, возможно, что-то случилось в семье и так далее, какая-то проблема, я всегда иду на уступку. Ну, то есть, во всём, вообще в учебном процессе важна коммуникация, важно общение и гибкость. Всё-таки, да, прости от меня, советские, скажем, коллеги, преподавания и советские коллеги всё-таки сейчас должен преобладать, на мой взгляд, демократический стиль преподавания, мы должны понимать друг друга. Вот опять, 58-м годом поверила, да? Кто знает историю, тот поймёт. Алексей, скажите, пожалуйста, мужчина и женщина-учитель. Был период, когда я учился, у нас мужчины проскакивали, ну, понятно, физкультура чаще всего, и реже учитель физики, да, там учитель химии, а вот все остальные, да, историки тоже, кстати, бывали, но очень редко. В основном все женщины, все дамы. Вот насколько сегодня, а всегда говорили, что вот преподаватель мужчина, он, мол, ну, эффективнее, сейчас я ни в коем случае не хочу обидеть Елену, я просто, ну, рассказываю эти мифы, да, которые существуют, наверное, и по сей день. Вот что такое сегодня мужчина в школе? С другой стороны, почему я этот вопрос задаю, а многие говорят, ну, как ты учитель, чего, ну, пошёл бы уже в высшую школу, педагог, или, я не знаю, там, на завод пошёл и так далее, сам историю творить. Вот как, к тому, что мужчина в школу ходит, как учитель, как вы к этому относитесь? Ну, я расхожу уже туда 14,5 лет, и отношусь к этому положительно, вот, считаю, что должно быть больше мужчин, мужской коллектив как-то больше, мне кажется, будет дисциплинировать детей. Это моё мнение. И женскому коллективу будет легче работать? Конечно. Я, например, всегда завидую положению мужчины в школе, потому что это, вот, их оберегает всегда. Мужчин меньше, спрос где-то, может быть, чуть-чуть меньше. Больше спрос, именно, чтобы мужчины пришли. Начался семейный спорт, это хорошо. Ну, и последний самый вопрос. Почему, если бы у вас была такая возможность, многие сейчас нас слушают, у которых ребят только собираются в школу, вот чем их может привлечь гимназия 41 на сегодняшний, уже 2022 год. Впереди всё-таки у нас быстро пролетит это время, а там уже и сентябрь. Мне кажется, наша гимназия всегда отличалась. Мы проработали в этой гимназии 10 лет. Наша гимназия всегда отличалась хорошим составом педагогическим, хорошим руководством, хорошим отношением, где-то в какой-то степени пониманием, взаимопониманием, наверное, каким-то доверием, то есть какой-то такой тёплой, уютной обстановкой. Ну, про заработную плату. Заработная плата, да, можно, наверное, сейчас сказать, что действительно педагогу стали платить больше денежных средств. Это тоже, наверное, стимулирует нас к тому, чтобы заниматься данной профессией. Алексей, а ваше слово? Ну, опять-таки, можно повторить, что хороший педагогический коллектив. Гимназия всегда готова идти на диалог и с детьми, если вдруг что-то случается, да, и с родителями, находить какие-то компромиссы. Хорошая обстановка, так что приходите к нам в гимназию. И к тому же, видите, почти семейная, почти семейная. Спасибо огромное. Елена Юрьевна Туманова, Алексей Васильевич Туманов. Семейная пара. Оба работают учителями истории и общества знания в гимназии номер 41 городского округа Люберца. Спасибо вам огромное. Спасибо. С международным днём образования вас и всех ваших коллег. И, кстати, учеников тоже, потому что к им это тоже имеет непосредственное отношение. Спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова